МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможен ли реванш? В топе новостей мировых СМИ поединок Владимира Кличко и Энтони Джоша. Украинский боксер бросил вызов британцу, который на 14 лет младше и проиграл. Но эксперты и фанаты спортсмена уверяют, это был величайший бой и надеются на повторную схватку. Арнольд Шварценеггер, который поддерживал Владимира, сегодня написал в своем твиттере, что хотел бы увидеть еще один поединок украинца. Станет ли вчерашняя схватка концом эпохи? Владимир Кличко, репортаж с Светланой Чернецкой. Чудо не произошло. Британец Энтони Джошуа оказался не по зубам Владимира Кличко. В этой поединке молодость победила. Фаворит этого боя был очевиден. Британец на 14 лет младше украинца. Все профессиональные бои он заканчивал нокаутами. К тому же поединок проходит на его территории. Поддержка Энтони Джошуа была невероятной. Каждый, даже неудачный удар вызывал бурю восторга у публики. Кличко был готов к неодобрению. Он понимал, что аутсайдер. Поддержать Владимира в Лондон приехала американская актриса Хайден Панетьери. Пара воспитывает двухлетнюю дочь. Кулаки за украинца держали также мировые звезды. Арнольд Шварценеггер и Ленокс Льюис. Британская пресса поет дифирамбы отменной форме Кличко и его чемпионскому духу. Ловкий, резкий, легкий. Его выступления называют лучшим за многие годы. В пятом раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун. Но доктор Стальной Молот восстановился еще до конца раунда. А в следующем смог равноценно ответить. На полу уже лежал молодой британец. Это первый нокдаун в профессиональной карьере Эй-Джея. Я думал, что он уже не поднимется. Но он это сделал. Это достойно уважения. С того момента я чувствовал, что Джошуа потерял свою концентрацию. Но он смог восстановиться. Да, я должен был сделать больше. Я очень уважаю Кличко за его достижения на ринге и вне его. Он молодец уже потому, что вступил в бой. Это было необязательно. Говорят, что для борьбы Владимир уже стар, но он решил бросить вызов молодому спортсмену. И за это я его уважаю. По очкам Кличко вел в этом поединке. Поражение Джошуа было очень близко. Но в предпоследнем раунде украинец дважды оказался на полу. И после очередной серии ударов рефери остановил бой. Эта победа Эй-Джею далась нелегко. Он был настолько изможден, что даже не смог поднять руку после боя. Я много раз сказал, что это тяжело, где каждый удар может стать остальным. Это был бой гладиаторов. Два атлета, два лучших бойца в мире встретились в ринге. Владимир доминувал. Мал все шансы, но осталось, как осталось. В этот вечер не суждено было сбыться мечте Владимира. Стать, как и брат, трехкратным чемпионом мира. Но, по словам боксера, списывать его со счетов еще рано. Вас, наверное, удивит, но я не чувствую себя проигравшим. Даже несмотря на то, что я не получил пояса. Я не потерял свое имя, свою веру, свою репутацию. Сегодня мы все победили. Пока слишком рано говорить о планах. Я чувствую себя довольно хорошо. Даже несмотря на то, что проиграл. Я еще подумаю. У меня прописан реванш в контракте. Я могу его потребовать. Для 41-летнего Кличко это поражение всего лишь пятое в карьере. К слову, доктор Стальной Молот стал чемпионом мира, когда его нынешнему сопернику было всего 10 лет. Несмотря на результат этого боя, украинцу аплодировали 90 тысяч зрителей стадиона Уэмбли. Поединок Кличко Джошуа уже называют легендарным. Теперь главный вопрос. Решится ли украинский чемпион на реванш или же отправится на пенсию? Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Очередной скандал в радикальной партии. Нардеп Андрей Артеменко якобы больше не гражданин Украины. Сообщил один из информационных сайтов с ссылкой на свои источники в администрации президента. Указ о прекращении украинского гражданства, по данным журналистов, подписал глава государства. Напомню, нардепа Андрея Артеменко подозревают в госизмене. Скандал разгорелся после того, как парламентарий передал советнику американского президента мирный план, касающийся отношений Украины и России. Новость о лишении Артеменко гражданства тут же распространил на своей странице в Фейсбуке лидер радикала Валек Ляшко. По его мнению, это связано, цитирую, с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады. А сейчас Артеменко якобы в Австрии. Мы связались с нардепом, он действительно за границей, правда в Вашингтоне. Там у него запланированная командировка, о которой, как утверждает Артеменко, знали все его коллеги. Этот спрос, который выходит из радикальной партии, из его лидера Ляшко, связан с тем, что у него желание показать свою эффективность, держать свою фракцию в определенных жестких рукавицах, показать, что любое языкомыслие в стране наказуемо. Мне ничего не известно, поэтому я уже подписал депутатский запрос на администрацию президента для того, чтобы они дали мне свои пояснения, что подписал, не подписал. Я готов к любому развитию ситуации получить, положить невероятное. И президент не подпишет такой указ. Я сделаю все возможное легальным путем, официальным путем, чтобы, во-первых, его отнимить. Во-вторых, никто Украину у меня не заберет. Я родственник, который родился в Украине, который вырос здесь, который и буду здесь жить. Я буду имитировать законопроект о наказании, возможно даже уголовном, за фейк-ньюс. На самом деле это фейк, который провоцируется не с такими неответственными, точнее безответственными людьми, как, к сожалению, бывший руководитель моей фракции. В то же время указа о прекращении гражданства Андрея Артеменко на официальном сайте президента на данный момент нет. Один военный погиб, шестеро ранено. Такая неутешительная информация поступает из зоны АТО. С начала суток противник 28 раз обстрелял позиции украинских военных по всей линии разграничения. Продолжат наши корреспонденты. Как только стемнело, боевики начали обстреливать частный сектор в Авдеевке минами 120-мм калибра. В домах повреждена кровля, стены, выбиты окна, задело и линию электропередач. Никто из местных жителей не пострадал. Вон оттуда, сюда летели все. Это школки. Так, это школки, 120-мм мины. Разрушение зафиксировали полицейские и представители совместного центра координации и контроля. В целом ситуация в зоне АТО, как и вчера напряженная. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли контрольный пост Марьенко. Пострадавших нет. А в районе Ясиноватой наемники провоцируют украинских военных. При этом ставят свои расчеты между жилыми домами. Иногда, говорят военные, боевики пытаются зайти в тыл. Зимой было нормально, сейчас все зеленое. Они выходят, никого нет. Они проходят, и вот так можно зайти, кто знает, куда стрелить. Поэтому где-то вот отсюда, и отсюда, вот на этом секторе мы их встречаем. С початку доби ворог 28 разів обстреляв опорные пункты Збройных сил Украины. В окременных випадках, коли виникала безпосередня загроза життю и здоровью військовослужбовців, командири приймали решення на адекватне відкриття вогню у відповідь. А ближе к вечеру из 120-мм минометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Катериновки. По предварительным данным погиб один украинский военнослужащий. Двое получили ранения. Павлина Василенко, подробности, телеканал Интер. От верующих Киева, пострадавшим от боевых действий жителям Донбасса. Продукты питания, медикаменты, средства гигиены передали жителям в Луганской области в священнослужители Украинской Православной Церкви. В первую очередь приехали к воспитанникам детского интерната в Северодонецке, которых с начала конфликта эвакуировали из захваченного Луганска. Сегодня мы должны передать гуманитарную помощь от Киевской епархии Украинской Православной Церкви до местного детского домика, чтобы поддерживать тех немовлят, которые сегодня потребуют нашей внимания, нашей опеки. Потому что здесь находятся самые интересные дети, которые остались сиротами почти от самого родителя. И поэтому очень важно, чтобы теперь в святковые пасхальные дни, которые имеют название День Женок Мироносец, чтобы мы выявляли любовь и увагу к тем, кому сегодня больше потребна наше заступничество и наша допомога. В Херсонской области оперативники СБО обнаружили канал торговли оружием из зоны АТО. Двое контрактников из одной из воинских частей области наладили сбыт оружия населению. Их задержали во время продажи восьми гранат и гранатомета. Следователи открыли уголовное производство и теперь выясняют, сколько еще оружия и кому продали эти военные. Служба безопасности Украины пресекла въезд в страну россиянина, который направлялся в Одессу с сепаратистскими материалами. Книги и листовки соответствующего характера найдены в его личных вещах. По данным спецслужб, мужчина планировал провокации к годовщине трагических событий 2 мая. Россиянину запрещен въезд в Украину на три года. Сегодня же в Одессе массовая драка на пляже Отрада. Столкновения произошли между активистами разных майдановских организаций, еще недавних соратников. Представители автомайдана и уличного фронта пришли помешать незаконной стройке на побережье. Здесь коммерсанты без каких-либо разрешений обнесли забором участок земли и успели вырыть траншеи под фундамент. Охранять застройку наняли другую патриотическую организацию под названием Совет общественной безопасности. В итоге между активистами произошла потасовка. В конфликт пришлось вмешаться полиции. В результате задержаны 10 человек, но траншеи автомайдановцы все же засыпали. В Германии набирает обороты скандал с задержанием офицера Бундесвера. Его подозревают в умышленном обмане миграционных служб и подготовке теракта. Мотив – ксенофобия. Все подробности этой истории знает Татьяна Лагунова. Двойная жизнь Франка А. В Германии задержан офицер Бундесвера, который выдавал себя за сирийского беженца и, вероятно, готовил теракт. Старший лейтенант арестован и сейчас дает показания, ну а немцы задаются вопросом, как такое вообще могло произойти и куда смотрели армейское начальство и миграционные службы. В Бундесвере Франка А. был на хорошем счету. Там его считали примерным военнослужащим родом из Офенбаха. Числился солдат и в регистре миграционной службы, только уже как беженец из Сирии. Полтора года назад старший лейтенант подал ходатайство о предоставлении убежища в Баварии и без проблем его получил. Сотрудники миграционной службы не заметили ни фальшивых документов, ни слабого знания арабского языка. То, что офицер и сирийский беженец один и тот же человек, полиция заподозрила только в январе этого года, после инцидента в аэропорту Вены. В конце января военнослужащий спрятал в аэропорту Вены заряженное огнестрельное оружие, а когда через несколько дней попытался его забрать, был задержан австрийской полицией. У него проверили документы и взяли отпечатки пальцев. Полиция подозревает военнослужащего в подготовке атаки либо на территории Австрии, либо Германии. Вероятный мотив – ксенофобия. Есть информация, что у задержанного были ксенофобские настроения. По крайней мере, это следует из его телефонных переговоров с вероятным сообщником. Вероятный сообщник тоже задержан – это студент из Оффенбаха. При обыске у него дома нашли оружие. Пока полиция пытается установить, что замышляли сообщники, немцы задают вопросы. Насколько эффективно работают миграционные службы, как проверяют беженцев, которые получают убежище в стране, и что происходит в Бундесвере. Это интересует и политиков. Дело солдата-беженца на днях рассмотрит Бундестаг. В Стамбуле убили иранского медиамагната. Основателя канала Джем Ти Ви Саида Каримиана и его кувейского партнера расстреляли прямо на улице. Неизвестные заблокировали дорогу, по которой ехал автомобиль Каримиана, и открыли по нему огонь. Медиаманеджер скончался на месте, его пассажир – в больнице. Машину злоумышленников нашли в другой части города, в сгоревшей. На родине Каримиан подвергался преследованию якобы в связи с пропагандой против Ирана, и поэтому переехал в Стамбул. Его канал Джем Ти Ви транслировал западные шоу и турецкие сериалы. Папа Римский призвал США и КНДР найти дипломатическое решение назревающего конфликта и включить в переговоры третью сторону. По мнению понтифика, для урегулирования отношений между Вашингтоном и Пхеньяном нужна страна, которая вступит в роли посредника. И считает, что это может быть Норвегия. Кроме того, Папа Римский не исключил, что сам встретится с американским президентом Дональдом Трампом во время саммита Большой Семерки в Италии, если тот попросит об аудиенции. Широкомасштабная война может уничтожить даже не половину, а большую часть человечества, его культуру, все. Это было бы ужасно. Я думаю, сегодня человечество с этим не справится. В мире есть много посредников, которые предлагают свою помощь. К примеру, Норвегия. Ее нельзя обвинить в диктатуре. Норвегия всегда готова помочь. Этому есть много примеров. Нужно выбрать путь переговоров и дипломатических решений. А Трамп, похоже, вступил на тропу войны с прессой. Отношения американского президента с журналистами настолько обострились, что дошло до скандала. Почему конфликт, который, казалось бы, затих, вспыхнул с новой силой? И чем это грозит Америке? Дмитрий Анопченко знает детали. Мужчины в смокингах, дамы в вечерних платьях. Раз в году ассоциация журналистов, аккредитованных при Белом доме, собирается на большой ужин. Присоединялся всегда и президент. Выступал с речью, поднимал бокал за дружбу с прессой. Но сейчас впервые в этом зале его нет. Он вообще не в Вашингтоне, а в Пенсильвении, в городке Гаррисберг, на встрече со сторонниками. Казалось бы, сама по себе поездка – уважительный повод нарушить традицию. Но Дональд Трамп признается – покинул столицу специально. Большая группа голливудских актеров и вашингтонских СМИ утешает друг друга в зале одной из гостиниц нашей столицы. Собирались на ужин ассоциаций корреспондентов при Белом доме без президента. И ничего не может не радовать меня больше, чем нахождение за 100 миль от этого вашингтонского болота. Намного, намного больше аудитории и с гораздо лучшими людьми. Это можно было бы не обсуждать публично, но Трамп не таков. Заявляет с трибуны, мол, после его поступка, вашингтонские СМИ теперь в состоянии стресса. И снова и снова обвиняют журналистов в создании липовых новостей. Сами корреспонденты вступают с Трампом в заочный диалог. Это наша работа, сообщать факты и заставлять лидеров отчитываться. Вот кто мы. Мы не фейковые новости, мы не СМИ-неудачники, мы не враги американского народа. Но президент считает именно так, сообщает сторонникам. 89% всех публикаций о работе его администрации негатив. И ссылаются на соцопросы, мол, это сами американцы полагают, что новости больше не имеют ничего общего с реальностью. Вашингтонские СМИ сами часть проблемы. Их приоритеты не мои приоритеты, да и не ваши, уж поверьте. А пресса, раз уж Трамп ее игнорирует, мстит. На трибуны зовут пародиста с его вариантом президентской речи, в которой шутки о преклонном возрасте и о привычках главы государства. У обитателей Белого дома в разные годы бывали стычки с прессой. Но это никогда не выносили на публику, никогда еще конфликт не был таким острым. По обе стороны фронта надеялись, что со временем все утихнет, президент остынет, пресса станет конструктивнее. Но сегодняшний день показал, примирения не будет. И впереди новые обвинения друг друга, и новое разоблачение. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер. В Западной Украине назревает бунт из-за львовского мусора. Власти населенных пунктов отказываются принимать его даже за обещанные миллионы. Причина – протесты местных жителей, которые грозятся перекрывать трассы и сжечь шины, если возле их домов будут сваливать горы львовских отходов. Тем временем Львов, куда на майские праздники съезжаются десятки тысяч туристов, утопают в мусоре. Об этом заявил сам мэр Садовый и в очередной раз упрекнул в этом областные власти. Объяснения сейчас остаются на папере. Ситуация в городе непростою. Примерно 300 майданчиков до сих пор переполнены. Почему так есть? Сейчас ни один из областных полигонов не подписал с городом долгостроковую угоду на вывезение ТПВ из Львова. Напомню, после пожара на Грибовской свалке львовский мусор уже около года колесит по стране. Ни один полигон его не принимает. Машины сваливают отходы на обочинах дорог, в лесах и на закрытых заводах. Чтобы хоть как-то навести порядок, пришлось вмешаться к главе области и даже премьеру. Они инициировали меморандум с городами области о приеме мусора в течение двух лет. Взамен пообещали местным бюджетам в целом сотни миллионов гривен. Но договоры пока не подписаны. Люди в городах и селах бунтуют, опасаясь экологических последствий. Как решать региональные проблемы? Своим опытом готовы поделиться европейцы. А именно Ассамблея европейских регионов. Старейшая неправительственная сеть, объединяющая более 200 регионов по всей Европе и представленная в Еврокомиссии. В Украине АЭР отныне будет представлять оппозиционер Александр Вилкул. Такое решение принял накануне в Лондоне исполнительный комитет организации. По словам президента Ассамблеи, Вилкул сотрудничает с АЭР 6 лет. И после организованной им три года назад масштабной конференции с участием евродепутатов в Днепропетровской области открыли представительство Ассамблеи. Регионы Европы заинтересованы в развитии отношений с Украиной. Мы готовы делиться опытом регионального управления и децентрализации, а также развивать совместные проекты. Мы также готовы консультировать вас по актуальным для вашей страны темам, в частности по решению гуманитарных проблем. Руины исторического наследия. В Черкасской области рассыпается старинная усадьба поместья Энгельгарта. Именно в этих местах прошло детство Тараса Шевченко. Все началось в 2013-м с многомиллионной реконструкции дома и прилегающей территории, которую к юбилею Кобзаря затеяли тогдашние областные власти. Чем все закончилось и во что вложили деньги, разбирался Станислав Кухарчук. В кроне этого столетнего дуба маленький Шевченко, служа у пана Энгельгарта Казачком, недалеко его резиденция, прятал свои детские рисунки. К 200-летию великого Кобзаря областные власти здесь намеревались создать целый мемориальный комплекс. Спустя 4 года территория усадьбы в запустении понемногу разворовывается, ведь здесь нет даже элементарной охраны. Работы по реконструкции усадьбы начались летом 2013 года с огромным для того времени бюджетом 17 миллионов гривен. До этого в доме Энгельгартов находилась сельская школа. Тогдашние областные власти спешили закончить реконструкцию к юбилею Кобзаря. Но проект свернули намного раньше, в ноябре. Владимир подрабатывал на той грандиозной стройке. Говорит, до осени платили исправно, по 100 гривен в день. А ближе к зиме финансирование прекратилось. Чуть меньше, чем за полгода подрядчик успел частично перекрыть крышу, выложить дорожки, заменить окна и отреставрировать фасад. Хотя сейчас в усадьбе мало что об этом напоминает. Это одна из многочисленных экскурсий в национальном заповеднике Батькевщина Тараса Шевченко. В него входят два села Шевченково и Моринцы. Будущее же с усадьба Энгельгарта для туристов закрыто. Исторический памятник даже не стоит на балансе заповедника, уверяет директор. Резиденцию должны были официально передать сразу же после реконструкции. А до ее завершения администрация не может там даже выставить охрану. Мы переживаем за то, чтобы эта отбудовка, эта реконструкция стала какомога швидше, чтобы мы могли полностью работать, полностью людям рассказать, как про Тараса Шевченко и в данном случае про родину Энгельгарта. Официально за исторический недострой сейчас отвечает бывшее областное управление капитального строительства. Чиновники заявляют, денег на охрану объекта у них не хватает, как и на завершение реконструкции. Выделено было 17 миллионов, освоено 7. Потому что, ну, кошти, как в конце года, и, то есть, недофинансовано оно было на той час, на 13-й рік, на 10 миллионов. Что сделано, вы видите? Мы видим руины. Ну вот прокуратура и новое мнение. По факту расхищения бюджетных денег во время реконструкции усадьбы Энгельгарта открыто уголовное производство. Правда, официально что-либо комментировать по делу следователи отказались. У директора фирмы-подрядчика от таких новостей просто волосы дыбом. Говорит, сами едва в трубу не вылетели. То, что есть криминальное проведение, я про это не знаю. Про то, что по этому объекту мы отработали, и у нас есть и официальная заборгованность, которая висит у нас, департамент перед нами, винен кошти, то так же не взято до уваги. Пока прокуратура выясняет, были ли украдены деньги, продолжать реконструкцию усадьбы, похоже, не собираются. Хотя областные чиновники уже договариваются с Минкультом о выделении средств на завершение работ. Просят уже почти 30 миллионов гривен. Станислав Кухачук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Четыре месяца слепым бандуристам во Львове не выплачивают зарплату. Почему люди с ограниченными возможностями оказались на грани выживания, и кто в этом виноват, выясняла Галина Якушко. Вот так, стуча тростью по базальтовой брусчатке, бандурист Павел добирается на работу. Высокие бордюры для музыканта, как настоящая полоса препятствий к Дому культуры. Преодолевает еще два этажа, и вот уже холодное помещение, где у музыкантов репетиция. Павел рассказывает, живет на скудную пенсию в 1200 гривен. Зарплату не выплачивают уже четвертый месяц. Деньги не получают и 20 его коллег. Работать приходится на голом энтузиазме, экономе на самом необходимом. Важно отримать семью. Важно спевать, даже, знаете, не может себе, я не хочу плакать, но, знаете, даже не может себе все позволить, что нужно для спевака. А для спевака очень нужно доброе харчевание. В министерстве судполитики оправдываются, в этом году уже выделили около 25 миллионов гривен обществу слепых, а в задержке средств винят самих бандуристов. Мы объяснили, что капелла бандуристов только вчера подала необходимые документы для того, чтобы отримать материальное заохочение, которое предназначено и выделено на Украинское товариство слепых, именно на свою организацию. Но это не деньги на выплату чисто заработной платы. Мы не покрываем им минимальную заработную плату. Они должны заработать еще дополнительно. И, напевно, УТОС должны также найти джерела, поскольку государство гарантует минимальную заработную плату, и эту гарантию нужно обеспечивать. Эксперты считают, если коллектив слепых бандуристов распадется из-за невыплат заработной платы, то это станет большой потерей для всей украинской культуры. Ведь эти люди продолжают делать кобзарей и сохранить их творчество с задачей государства. Единый коллектив, капелла незрячих бандуристов Карпати, Украинского товариства слепых, это единый коллектив на весь свят, который демонстрирует игру на бандурах. Иного такого коллектива нет. В коллективе, несмотря на трудности, настроены оптимистично. Говорят, могли бы и сами заработать, выступая с концертами по Украине, но даже автобуса у ансамбля слепых бандуристов нет. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интер Львов. Сегодня ушел из жизни выдающийся украинский поэт. Борис Алийник скончался после тяжелой болезни на 82-м году жизни. Он был не просто литератором, но и выдающимся общественным деятелем. Его творческая кредо – писать, как живешь, а жить, как пишешь. Алийник вел активную политическую жизнь, был депутатом Верховной Рады со времен провозглашения Украиной независимости и до 2006 года. Он – автор более 40 книг, сотен стихов, эссе, статей. Президент Петр Порошенко выразил свои соболезнования родным Бориса Алийника. Страшно. Он несколько раз покорял ЭВРС, но в этом году решил идти по другому маршруту и без кислородного баллона. Уилли Штек установил несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему. За невероятную скорость восхождения и выносливость он получил прозвище «швейцарская машина». 25 погибших в Киргызстане. Там на одно из сел сошел масштабный оползень. Судьба многих местных жителей до сих пор неизвестна. Все подробности в сюжете наших корреспондентов. На месте трагедии в киргизском селе Аю уже больше суток ищут выживших. По предварительным данным в результате оползня погибли 25 человек. Половина из них – дети. Я был дома, когда в один момент пыль поднялась столбом. Все выскочили из домов, ничего не видно. Через некоторое время смотрим, а там все сравнялось. Домов нет, а в них находились люди. Сейчас здесь работают спасатели, помогают им местные жители. Всем этим людям предстоит разобрать по меньшей мере 200 кубометров грязи, камней и песка. Слава Богу, мои дети остались живы. Дочки очень сильно напугались. Оползень сошел быстро. Мы успели выскочить, а вот мои братья и их семьи остались в тех домах. Вот помогаем их отыскать. Как заверяет киргизская МЧС, об опасности оползня они предупредили местных жителей. Однако покинуть свои дома решились далеко не все. До последнего момента с людьми несколько раз беседовали, предупреждали об опасности. Настоятельно просили переехать. Среди пострадавших были и те, кто получили льготные ссуды несколько лет назад для переезда. Но люди все равно до последнего сидели на своих местах. Сегодняшний день в республике объявили государственным трауром в память о погибших во время оползня. По словам спасателей, в ближайшее время трагедия может повториться. Оставшихся в живых жителей готовят к эвакуации. Виталия Кушмирук, подробности, телеканал Интер. А в США из-за торнадо погибли 5 человек. Еще 50 пострадали. В штате Техас зафиксировано по меньшей мере 3 торнадо. Наиболее пострадал город Кантон. В его окрестностях множество разрушений, повреждены дома и линии электропередач. Ветер сопровождался ливнем, поэтому существует угроза наводнения. В связи с чем в соседних штатах Миссури и Оклахома объявили чрезвычайное положение. Кто из знаменитых бизнесменов стал нежданным гостем для обычной семьи? И кто из известных политиков решил заняться творчеством в сарае? Об этом в нашем международном сабзоре. Теперь официально. Илон Маск начинает бурить тоннель под Лос-Анджелесом, чтобы избавить город от пробок. Его новая технология Боринг – это специальный лифт, на котором машина опускается под землю и несется по разветвленной сети дорог на сумасшедшей скорости. Швейцарский бизнесмен-инноватор собирается построить целую систему подземных автострад, чтобы забыть о заторах раз и навсегда. Не ждали. На ужин к обычной американской семье внезапно пришел Марк Цукерберг. О том, кто пожалует в дом, хозяева узнали за 15 минут до появления гостя. Основатель Фейсбука решил пообщаться с американцами, которые поколениями голосовали за демократов, но на этих выборах предпочли Дональда Трампа. Ходят слухи, что Цукерберг задумывается о политической карьере и поэтому отправляется в путешествие по американским штатам, где общается с простыми гражданами. Сарай за 33 тысячи долларов приобрел бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Здесь он собирается писать автобиографию. Дизайном занималась супруга политика. Для этой постройки, которую проектировали известные архитекторы, использовались только экологически чистые материалы. Творить Кэмерон будет в деревянном кабинете. Марафон для бегуна с церебральным параличом. 24-летний Патрик Барден успешно финишировал в лондонском забеге. В течение недели парень на ходунках каждый день преодолевал колоссальное для него расстояние и смог закончить дистанцию. Компанию ему составил мистер Горилла, участник которой бежал в марафон на четвереньках в костюме обезьяны. Оба хотят таким образом привлечь внимание к проблемам инвалидов и собрать пожертвования. Боитесь пауков? Тогда этот человек тоже повергнет вас в ужас. Актер Трой Джеймс настолько гибкий, что может сравниться с настоящим насекомым. Он причудливо изгибается и крадется на лапах. При этом даже выражение лица человека-паука вызывает страх. Выступление актера-гимнаста принесло ему популярность. Теперь Джеймса приглашают поучаствовать во фрик-шоу. Хиджаб костюмированной вечеринке не помеха. В Малайзии мусульманские женщины надели яркие наряды, чтобы доказать. Даже консервативная религия оставляет место для праздника. Фантастические персонажи комиксов-аниме, супергерои, даже покемоны. Кого только не перевоплотились дамы в хиджабах. И устроили фотосессию, которую запросто можно разместить в модном журнале. Больше новостей на нашем сайте, подробности ЮЭЙ. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова